Вальс, полонез и инклюзивный шотландский контр-данс. Эти и другие танцы исполнили участники первого королевского инклюзивного бала, который прошел в Самаре. По словам организаторов, его главная задача отвлечь присутствующих от текущих проблем и болезней, сделать так, чтобы они, пусть ненадолго, хотя бы на три часа, оказались в сказке. Ну, конечно, вся команда, все организаторы очень переживают. Мы готовились к этому мероприятию много месяцев, последние недели не спали, последние недели готовились, потому что хочется, чтобы когда сюда, здесь будет более 150 гостей, хочется, чтобы когда сюда все зашли, все попали в сказку. Бал состоялся при поддержке Фонда президентских грантов, национального проекта образования, правительства Самарской области. Поддержать участников приехала и министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева. Хотела бы, наверное, сказать самое главное, ребят, какие вы все красивые. Вы потрясающе выглядите все. Вы очень молоды, красивы, добры. Такая энергетика в зале, потрясающая. А тот танец, который вы сегодня открыли, наш королевский инклюзивный бал, какая работа была вами проделана огромная. Каждый из вас самый лучший. Хореограф бала Анна Сергеева рассказывает, что когда речь идет о танцорах с ограниченными возможностями, каждому требуется индивидуальный подход. Движения танца должны быть понятны и удобны. На самом деле особой разницы нет. Все люди мечтают о сказке, и они мечтают попасть на бал, надеть белое красивое платье и почувствовать себя золушкой. Только в этом вся и разница, что там более усложненные танцы, здесь более простые ожидания, одинаковые. Организаторы надеются, что совсем скоро Самарскую эстафету инклюзивных балов подхватят другие регионы, и событие приобретет общероссийский статус, а у участников будет больше поводов для общения и приятных встреч. Ольга Волкова, Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.